Как адекватно вести себя с родителями и христианами, которые отмечают церковные праздники, чтобы их не провоцировать и не обидеть, и самой не участвовать в биении яиц? Чтобы не попадать под воздействие какой-то системы, вам надо находиться при другой системе, которая вас в этом плане будет закрывать. Станьте, я не знаю, зарастрийцам, зеновцам, буддистам, суфийцам. И когда они начинают свое сказать, а у меня в это свой праздник, я в ваши не лезу, то есть у меня свой праздник, это держитесь на дистанции, я вот при этой системе, у меня свой праздник. Я не могу, то есть, ваших хотите праздновать ваши праздники, празднуйте, хотя я это не приветствую, то есть, приветствую, не приветствую религию павлиянства, там или какая-то, у вас еще какая-то другая, не христианская, ничего не приветствую, хотите всем заниматься, мне вас жаль, но занимайтесь, у меня свое, то есть, его все, соответственно, когда вам пытаются говорить, что вот это, там, типа, русская, это наша традиция, что ничего русского-то нет, что, что вы заблуждаетесь, почитаете альтернативщиков, вы поймете, что вы заблуждаетесь, ну, ваше право делать ваш выбор, ваше право это делать, то есть, ну, мне от этого дискомфортно, я поэтому вынужден был выбирать религию, которая моя близкая, которая ничего не делает, но на самом деле разговор с ортодоксальными христианами всегда будет напрягом, и ваша задача не пересекаться с ними никак, да, в этом плане, это у меня свое, все, хотите, занимайтесь, то есть, я своим занимаюсь, то есть, у вас свое, у меня свое, вот самый лучший способ, это вот так самоустраняться, то есть, меня это не интересует, это чужое, это чужое, это чужое, меня интересует, у меня свое, то в этом плане, скажи, когда люди говорят, вот я такой-то, а я вот этот, ну, не хотите, занимайтесь, занимайтесь, а я вот этот, самый лучший способ, и когда вы под каким-то другим эгрегором, Грагер вас в этом плане прикрывает в известной степени. Продолжение следует...